Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзегет» отвечаем на крайне актуальный вопрос, наверное, без преувеличения, можно сказать, для каждого православного человека в наше время. Вопрос звучит так. Можно ли подавать на Божественную Литургию, на Проскомедию за человека, который ведет совершенно нехристианский образ жизни? Постараемся, дорогие друзья, сейчас с Божьей помощью задуматься вместе с вами. И приглашаю вас, и предлагаю вам, призываю вас, давайте вместе задумаемся над этим очень и очень актуальным и непростым вопросом. Непростым почему? Потому что трактовок этого вопроса и вообще этой проблемы великое множество. Еще до принятия священного сана я этим вопросом немножко интересовался. И меня больше интересовало даже то, где можно почитать на эту тему, потому что ведь не секрет же, что разные батюшки по-разному отвечают на этот вопрос. И я обратил внимание еще тогда, как только вот Академия заканчивала, что у этого вопроса есть как бы две стороны. Одна, скажем так, финансово-практическая, а другая вот богословско-литургическая. Финансово-практическая сторона достаточно проста и прозрачна. Это записки, которые подаются в алтарь, есть заказные, есть простые, и за заказные несколько больше пожертвований, чем за простые. И поэтому так или иначе, если писать имена в записочках заказных, то одно пожертвование, если простых, то другое. Ну, давайте, дорогие друзья, сразу обозначим, что финансово-практическую сторону мы оставим за рамками нашего сегодняшнего обсуждения. Больше имеет значение и для спасения души, для нашего разумного, осознанного отношения к вере, к своей души, к душам наших ближних, именно богословско-литургическая сторона этого вопроса. На что еще обратила внимание когда-то, и призываю вас обратить внимание, кто из вас внимательный, кто читает в литературе. Допустим, есть такой вопрос, ответные формы. Издавались брошюрки для пояснения богослужения, для, так сказать, ну, таких катехизического. В различных выступлениях, лекциях, когда разным известным и архипастырем, и пастырем задавали подобный вопрос, то чаще всего ответ звучал следующим образом. Надо молиться за наших ближних. Кто же будет за них молиться? Если вы не будете за них молиться, то кто же будет молиться? Если люди неверующие, они ваши близкие родственники, если вы не будете молиться, то как же им спастись? И так далее, и так далее. И невольно ловишь себя на мысли, что вопрос-то звучит более конкретно, а ответ более широкий. Вопрос не звучал, нужно ли молиться нам за наших близких, если они, так или иначе, еще далеки от веры. Например, члены семьи или близкие родственники далеки от веры. Они над верой смеются, глумятся, Евангелие не читают, в храм не ходят, не ведут христианский образ жизни. Но они наши близкие родственники, и в силу нашего, скажем так, родства, мы не можем, например, за таких людей не переживать. Мы, естественно, за них молимся и должны молиться. Но вопрос-то звучит не в таком ключе, нужно ли или не нужно молиться, и как молиться. Слышит ли Бог молитву нашу за наших неверующих, не церковных, там, допустим, родственников, друзей, знакомых и так далее, и так далее. Не так звучит вопрос. А нужно ли подавать на божественную литургию, на проскомедию, подавать записочку, чтобы священник вынимал частичку на проскомедии за человека, который ведет абсолютно не церковный образ жизни, который, может быть, крещен по факту крещения в детстве, может быть, он имеет какое-то номинальное отношение к православию, по факту крещения в детстве, подчеркну, но живет абсолютно, ни в Бога не веря, никаких нравственных норм, просто хороший человек, но абсолютно не церковный, а иной раз даже вообще враждебно относящийся к церкви. Но по факту крещения в детстве он вроде бы православный, но по образу жизни абсолютный язычник. Вот за такого человека полезно ли ему, если мы будем вынимать, мы священники, вынимать частичку на проскомедии за такого человека? Вопрос, полезно ли ему это? И не берешь ли ты на себя грех, когда ты это делаешь? Ты священник, когда ты вынимаешь частичку за такого человека, зная достоверно, что он ведет абсолютно антихристианский образ жизни? Или ты мирянин, когда ты пишешь своего родственника, зная прекрасно, какой образ жизни, какое у него отношение к вере, к церкви и так далее, ты тем не менее его пишешь, подаешь эту записочку, и священник вынимает частичку за такого человека. Вот вопрос, дорогие мои друзья, к размышлению. Полезно ли будет ему это? И полезно ли мне, если я так поступаю? То есть обозначим рамки нашего обсуждения. Вопрос не стоит, молиться или не молиться. Молиться, конечно, и можно, и нужно. В частной молитве, скелейной молитве, домашней молитве, или даже просто стоять в храме и мысленно, с болью душевной, да, сердечной такой болью, молиться за всех наших близких, которые от церкви далеки. Молиться, чтобы Господь им даровал веру и покой. И молиться можно и нужно. А вот вопрос, полезно ли вынимать частичку, на это мы находим ответ. Я вам сейчас даже зачитаю и даже покажу, как выглядит книга. «Историческое, догматическое и таинственное изъяснение на божественную литургию» одного из выдающихся наших отечественных литургистов Ивана Дмитревского. Здесь дается подробное изъяснение всего чина последования божественной литургии. И здесь приводятся цитаты из творения одного из выдающихся литургистов поздней Византии, святителя Симеона Солунского, его книга о храме. Зачитаю вам, дорогие друзья. «По древнему установлению, во-первых, священник приготовляет агнец к жертвоприношению, потом соединяет вино и воду в чаши и далее приносит Богу частицы, из них первую в честь преблагословенной Девы Марии, Матери Божией, другие в память святых, прочие же оживых и мертвых, в вере скончавшихся». И так спрашивается, какую силу имеют в себе частицы, и притворяются ли они в тело Господне, какое действие производят на тех, за кого приносится. И святитель Симеон Солунский отвечает на этот важный вопрос, что частицы тем, за кого приносимы бывают, приносят многоразличную пользу, а то мучение от древних отцов дошло до нас. Частицы представляют при священодействии те самые лица, от имени которых вынимаются, и бывают о них жертвоприношением к Богу. То есть частицы представляют самых тех лиц, за которых приносится жертвоприношение. Сие подтверждается словами от священника во время проскомиде произносимые «Прими, Господи, жертву сию в пренебесный твой жертвенник». Частицы, а святых приносимые, служат им во славу, честь и приумножение достоинства, и в большее приятие божественного света. Это частицы из девятичинной проспоры. «А верных же приносимые усовшим ходатайствует избавление от грехов и приобщение божественной благодати. Живым же, ежели только в покаянии жизнь свою приводящим дают защиту от несчастий, служат ходатайством об оставлении грехов». Подчеркну еще раз ваше внимание, дорогие друзья, слова святителя Симеона Солонского. «А живым же, ежели только в покаянии жизнь свою препровождают, дают защиту от несчастья и служат ходатайством об оставлении грехов». «Поэтому божественное священодействие соборами святых бывает при умножении немерцающей славы и верным дарует божественную милость и его щедроты». И дальше очень важный ответ, как раз на обсуждаемый нами сейчас вопрос. «Но сколько полезно тому, за кого приносится жертва сия, когда он живет достойно звания христианскому, столько же бедственно и вредно тому, кто, предав себя греховной жизни, не родит о достойном исправлении звания христианского». Ответ совершенно очевидный. «Ибо частица, будучи принесена от имени какого-либо христианина и близбожественного хлеба возлежащая, когда он священодействуется и преломняется в тело Господне, делается причастницей освящения и, внесенное в растворение святого потера, напояется тогда животворящей кровью. Почему и душе той, за которую принесена бывает, не спосылается благодать? Тогда совершается духовное соединение человека с Богом. «Если душа благочестива, или хотя по слабости и во грехах падает, но потом покаянием очищается...» Обращаю ваше внимание, я даже читаю специально, вот так медленно, чтобы мы с вами, дорогие друзья, кто желает, смогли вдумчиво проникнуть в смысл произносимых здесь слов. Что если душа благочестива, если хотя по слабости и во грехи падает, но потом покаянием очищается, такое невидимое приемлит общение Духа Святого, часто же и телесно исподобляется пользы. Это свидетельствуется многократным опытом. И дальше тоже очень важно. Если же кто, будучи предан греху, и от него отступить не хочет, такой, как недостойное общение с Богом, горшее осуждение себе приемлет от принесенной за него жертвы. Даю себе отчет, дорогие друзья, что как эти слова святителя Симеона могут не всем понравиться, как любая горькая правда. Вдумайтесь еще раз в эти слова. «Ежели кто, будучи предан греху, и от него отступить не хочет, ну не хочет человек отступить от греховной жизни, не видит в этом необходимость, человек нравственно мертвый, не хочет он отказаться от греха, то такой, как недостойное общение с Богом, горшее осуждение себе приемлет от принесенной за него жертвы. Поэтому священник внимательно должен наблюдать, чтобы не принимать приношений и не возношать жертв за таких людей, которые, изгнав из сердца своего стыд и совесть, предаются всякому беззаконию. За это и сам священник подвергается вместе с ними осуждению». То есть священник, если он знает, и вынимает частичку за человека, который, вот как здесь было сказано, предан греху и от греха отступить не хочет, то священник, участвуя в этом, принимает на себя осуждение. «От сего-то приключаются человеку и многоразличные искушения и скорби. Сего ради, вопиет святой апостол Павел, мнозий из вас немощны и недужливы, и спят довольны». Вот как пишет святитель Симеон Солунский, один из выдающихся литургистов, Византии. Вот я вам сейчас зачитал из достаточно авторитетного литургического источника. «Истолическое, догматическое и таинственное изъяснение на божественную литургию». «Всеночное бдение и литургия. Разъяснение церковного богослужения». Вот эта брошюра, эта книжечка неоднократно издавалась, как раз здесь дается более такое понятное современным людям «изъяснение всеночного бдения и божественной литургии». Открываем здесь на 218-й странице, где объясняется, что происходит во время Проскомидии. И читаем. «Иерей приносит частицы только за православных христиан. Нельзя приносить частиц за тех, которые живут нераскаянно, потому что приношение служит им к осуждению, как в осуждение служит и причащение тем, которые без покаяния приступают к святым тайнам, как сказал святой апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 28-30 стихи. Это известное место, где святой апостол Павел говорит, что доиспытывает себя человек, и тогда только приступает к чаше спасения, потому что «еды и пияй недостойно, в суд себе яст и пиет». Вот смотрите, дорогие друзья, вот я еще из одной книги, изъясняющей, что такое божественная литургия, зачитал вам, как необходимо относиться. Можно ли, полезно ли вынимать частицы за людей, которые сознательно ведут нераскаянный образ жизни. Зачитаю вам из ответов на вопросы читателей архимандрита Рафаила Карелина, одного из выдающихся современных духовных писателей. Вот примерно такой же вопрос однажды ему задали. Вот что пишет отец Рафаил. «Литургия является богослужением, на котором совершается таинство причащения и присутствует голговская жертва только бесскровно. В этом таинстве могут участвовать лица, включенные во внутреннюю церковную жизнь. После того, как священник вынимает из просвор частицы о здравии и упокоении, он возлагает эти частицы на дискос в образ церкви, объемлющей живых и усопших. В конце литургии священник опускает частицы, знаменующие души людей в чашу с кровью Христовой, произнося слова «Отмы, Господи, грехи поминавшихся сде, кровью Твою честную». Без личного покаяния и включения в церковь грехи невозможно омыть и искупить кровью Христовой. Понимаете, без твоего личного покаяния, без твоего личного участия, без твоей веры, как бы автоматически, так вот насильно, без твоего желания это невозможно. Тем более, если человек, будучи крещенным, вовсе не верит в это. То, о чем мы говорили немножко ранее. Есть люди, которые по факту крещения в детстве вроде бы номинально православные, но ведут абсолютно языческий образ жизни. В Бога не веруют, не признают ничего, над всем смеются и богатеют только грехами. Вот для таковых людей, если поминать их на литургии, это не приносит им пользы. Так что такая молитва и поминовение не отвечают состоянию душ нецерковных людей. Надо, и вот здесь очень важный, дает практический совет архимандрит Рафаэл, надо молиться об их воцерковлении. И если они сочувственно относятся к православию и церкви, поминать их на молебнах, и параклисис, то есть на заупокойном богослужении, если речь идет об усопших верующих. Если же вы не знаете, пишет отец Рафаэл, если же вы лично не знаете, человек церковен или нет, но он крещен, то тогда поминайте его на литургии, так как в сомнительных случаях, если в сомнительных случаях, лучше согрешите излишней милостью, чем излишней строгостью, дабы не лишить человека помощи. Вот, дорогие мои друзья, на очень непростой, очень злободневный, очень актуальный вопрос мы с вами сейчас постарались дать ответ из авторитетных литургических источников. Конечно, вы можете возразить, скорее всего возразите, а как же так? Вот мы, например, мы же поминали, и мы много лет поминали, и нам никто об этом не говорил, и неужели не надо молиться? И опять мы возвращаемся к тому, с чего начали сегодняшний ответ. Речь не шла о том, нужно ли молиться или не нужно. Так вопрос не стоит. Молиться нужно. Должна быть личная, частная молитва. Если ты переживаешь за своих близких, они, допустим, не церковные люди, но они твои родные по плоти, ты не можешь быть равнодушен, тебе не все равно, тебе не безразлична вечная участь их души. Молиться. Стоишь на божественной литургии, молись за своего сына, за дочь, за мужа, или за жену, соответственно, за брата, за родственника любого. Молись, чтобы Господь даровал ему веру и покаяние. Но не спеши пока подавать записочку за него. Потому что, как только что мы слышали, я зачитывал вам подробно, вынимать частичку за таких людей, которые это не принесет им польза, еще к большему осуждению. И священник берет на себя грех. И к большему осуждению тех людей. Молитесь сами за тех людей, чтобы Господь смягчил их сердце, пробудил их совесть, даровал ему веру и покаяние. И когда они немножечко придут в себя, начнут сами увидеть необходимость покаяния, тогда только после этого, после того, когда начнется хотя бы их, хоть какое-то исправление, путь к Богу, после этого уже уместно будет подавать за них на божественную литургию. Конечно, дорогие друзья, нельзя обойти и этот вопрос, потому что он так или иначе касается обсуждаемой нами темы. Очень много спекуляций на тему благоразумного разбойника. Что только не приходилось слышать или читать на эту тему. А откуда мы знаем? Вот тот человек, а действительно ли он ведет нецерковный образ жизни? Да, он, конечно, и ругается, и пьет, и курит, и блудит, и в храм не ходит, и над всем снимет. Но в душе он хорош, может, у него вера в душе, а как же разбойник, покаявшийся, первым вошел в рай? Очень много спекуляций на тему благоразумного разбойника, но в основном в среде, я прошу прощения, такой вот околоцерковной интеллигенции. То есть людей, которые порассуждать любят на разные темы, а жизнь свою менять совершенно не хотят. Давайте оставим в покое благоразумного разбойника. Нам всем, дорогие друзья, бесконечно далеко до него. Благоразумный разбойник превосходит многих и многих нас многократно. Он почему и назвал благоразумным разбойником. Он свою веру исповедал. Благоразумный разбойник – это не безбожник, это не агносник, это не атеист. Это благоразумный, это разбойник покаявшийся. Это разбойник, который не просто веровал в душе, но никак не проявил свою веру, а он свою веру исповедал. И святой евангелист Лука нам зафиксировал его слова. Он, находясь на кресте, и взирая на распятого рядом с ними, даже разбойнику неблагоразумному, даже его останавливал, когда он произносил вот эту хулу, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Он говорит, «Или ты не боишься Бога», когда и сам осужден за то же. Но мы достойное по делам нашим восприемливо – это исповедание своих грехов. Это публичное вслух, не только где-то в душе, по умолчанию, а он произнес, он исповедал свои грехи, мы достойное по грехам нашим принимаем. А сей, он, конечно, не мог, он, будучи распят на кресте, не мог показать рукой, а этот ни одного греха не сотворил. И потом он обратился ко Христу и произнес устно свое исповедание, «Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие Твоем». Благоразумный разбойник превосходит в разы всех, всех нас. И не надо проводить, дорогие друзья, параллели между современными просто безбожниками, атеистами, гностиками и кто угодно, людям, с людьми, которые живут вне церкви, без Бога, которые жить по Божьей не хотят. Не надо проводить параллель с благоразумным разбойником, нам до него очень и очень далеко. Это счастье, если человек достигнет такого состояния. А нам всем надо помнить, молиться надо за своих ближних, самим свою жизнь исправлять, а поминать на божественной литургии надо только тех людей, как мы только что с вами зачитали, тех, которые хоть так или иначе хотя бы осознают свою греховность, хотя бы веруют в Бога и хотя бы стараются хоть как-то по мере своих сил вести христианскую жизнь. Тогда это будет им на пользу и вам на пользу, и священник не будет брать грех на свою душу. Помоги нам всем, Господи, дорогие друзья, чтобы вера наша была разумной и осознанной и спасительной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok